Приветствую всех на канале Есть-Поесть и предлагаю простой рецепт очень вкусного и ароматного печенья. Оно настолько пышное и воздушное, что больше напоминает булочки. Отлично подходит просто к чаю или к завтраку. Можно разрезать вдоль пополам и намазать маслом или каким-нибудь джемом. Обязательно попробуйте, тем более, что делается оно буквально несколько минут, а список ингредиентов смотрите под описанием к видео. В чашу измельчителя отправляю муку, разрыхлитель и сливочное масло прямо из холодильника, нарезанное кубиками. Измельчу до состояния крошки и пересыплю ее в какую-нибудь миску. Уберу на время в холодильник. В этот же измельчитель кладу сырую нарезанную тыкву, сахар, соль и ванильный сахар, творог любой жирности, у меня 5-процентный, одно яйцо и доведу до однородности. Получившуюся смесь перелью к масляно-мучной крошке и размешаю. Тесто получается еще достаточно липким. Беру еще 50 граммов муки, высыпаю немного на стол и выкладываю тесто. Муку нужно подсыпать постепенно, так как ее количество зависит от влажности творога и от степени сочности тыквы. Вымешиваю тесто руками совсем недолго, оно в итоге должно получиться очень мягким, нежным и не забитым мукой. При помощи весов делю готовое тесто на 5 частей и скатываю из каждой шарик. Отмечу, что из 50 граммов муки у меня осталось примерно половина. Ее же я буду использовать на подпыл. Далее беру каждый шарик и прямо руками делаю из него лепешку, не очень тонкую, толщиной примерно 1 сантиметр. Затем делю на 6 частей. В общем-то, можно и на 4, как вам больше нравится. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте сохранить его, поставив лайк. А также смотрите на канале еще рецепты с тыквой. Ссылку на них вы сейчас видите в правом верхнем углу экрана. Далее выкладываю треугольники на противень и отправляю выпекаться в заранее разогретую до 190 градусов духовку минут на 20-25, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Посыпаю печенье с сахарной пудрой. Оно одинаково хорошо как в теплом, так и в остывшем виде. Обладает ярко выраженным сливочным ароматом, а вот насыщенного вкуса или аромата тыквы вы, напротив, здесь не угадаете. И, кстати, если вы как-то предвзято относитесь к тыкве, замените ее морковью. Снаружи печенье получается хрустящим, а внутри мягкое и нежное, с пористой, слегка рассыпчатой структурой. Такое печенье с удовольствием едят даже те, кто якобы не любит тыкву. Друзья, не забывайте ставить лайки, делиться рецептом в социальных сетях и подписываться на канал Есть-Поесть. Впереди еще много интересных рецептов. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео!